В год начали гнать наши педиатры, бегом, 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 прививки, прививки. Прививать ребенка можно только после двух лет. Нам делают прививку АКДС, и все. Это связано именно с блокировками некоторых структур мозга. Нам назначили фунтагам. Дорогие мамы, читайте инструкцию к лекарствам. К сожалению, они дают побочное действие. И я даже в один период боялась ночи. И мы стали забирать эту энергию у нее. Вот, умничка. Ты моя умняшечка. Вот, отраска, он такая молодец. Анечка, солнышко мое. Такое может случиться с каждым. Совершенно здоровый ребенок может уйти в аут. Любой сильный стресс, будто ссора родителей, прививка, губительно действуют на неокрепшую психику. И слабенькие нейронные связи в мозге могут неожиданно оборваться. Любите своих детей, не ссорьтесь при них. Иначе может произойти страшное. И на восстановление потребуются годы. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Расскажите про Анюту. Расскажите, как она родилась, как развивалась после рождения. Анюта родилась на 30-й неделе. В больнице она пролежала месяц. Проблема возникла в том, что у нее вирус появился какой-то. Ну, она подхватила какой-то вирус. Через месяц она пошла на поправку. Мама сохранила грудное вскармливание. Мы перешли на грудное вскармливание. И Анюта пошла вперед, вперед, вперед. Это радостный ребенок, жизнерадостный, улыбчивый, веселый. Везде, кругом. Вот какой бы кадр ни был, везде она улыбалась в кадр. Иди, иди сюда, иди. Да, да. Да. До года у нас был метод вот. А в год и 6 месяцев, точнее в год и 4 месяца, в год начали гнать наши педиатры. Бегом, бегом, бегом. Прививки, прививки, так как вам. Вы так, вы вышли в норму. У вас уже вес хороший 9 килограмм. И рост 74 сантиметра. У вас все уже хорошо. Пойдем, пойдем. На сегодняшний день мы уже с уверенностью можем сказать, прививать ребенка можно только после двух лет. Когда у него полностью сформировалась устойчивая психика на его возраст. Прививка в раннем возрасте блокирует развитие определенных структур мозга. И в дальнейшем у ребенка могут быть проблемы аутического спектра. Год и 6 месяцев, как сегодня помним, нам делают прививку АКДС. Это 17 июля. И все. Ребенок до этого момента говорил 6 слов. Папа, баба, дай, иди, дядя. После прививки ребенок перестал ходить. Перестала разговаривать. И вот смотрела в одну точку. Ребенок ушел в себя. Посадила в коляску. Все, она сидит в коляске. С коляски не вытащишь. Если вытаскиваешь, ставишь на ножки, она падает на землю. Появилась, когда она ложилась на землю, она стала биться головой об землю. На тот момент я не понимала. Все и вот этой вот подноготной, что случилось. И где-то в сентябре месяце мы попадаем к офтальмологу. Когда мы попали в клинику, нам сделали диагностику. И наше, скажем, удивление было тому, что, когда врач нас вызвала, стала объяснять, сказала, что вы понимаете, со зрением у него все хорошо. Это не наша проблема, то, что глазик забегает. Это неврологически обращайтесь к невропатологам. Так как у нее нету, именно мозг не дает сигнала. Очень часто у детей с диагнозом аутизма встречаются проблемы с глазами, со зрением. Часто у них косит один либо два глаза. Это связано именно с блокировками некоторых структур мозга. Ребенок был к себе. Все. И вот с сентября месяца мы стали бегать по невропатологам. Что с нами? Что это? И еще немаловажное. После прививки Анюта перестала ходить. Если до этого она уже практически бежала, вырывалась из рук, то перестала ходить. Но все же мы подталкиваем. Иди, иди. И мы стали замечать, что она на правую ножку стала, во-первых, плохо ставить на ножку, а только на пальчики. И знаете, уже тогда было сразу видно после прививки какая-то асимметрия у ребенка. Как будто ее перекосило. В прямом смысле слова. Перекосило. Ребенок мог сделать 2-3 шага. И либо она падала, либо она садилась. Все. Либо она присаживалась. Вот эти вот. Но присаживалась, знаете, когда ребенок нормотипичный садится, он раз и сел. А здесь она коленку выгибала, выворачивала в разные стороны. Каждый раз по-разному. И всегда присаживалась. Правая нога была на пальчике. Мы стали обращаться к невропатологам. Один, второй. Нам назначили пантагам. Это наотроп. Я стала пропаивать этого ребенка. И у ребенка пропал сон. Часто, когда родители обращаются за помощью к невропатологу, психиатрам, врачи назначают наотропные препараты для улучшения мозгового кровообращения, улучшения памяти, внимания, различных других когнитивных функций. И, к сожалению, они дают побочное действие. Побочное действие наотропов перевозбуждения. Ребенок становится возбудимый, неусидчивый, нарушается сон. Пропал сон. Общая продолжительность дневного сна для таких детей – это 10-12 часов. Анюта спала 5-7 часов. Это память, это концентрация внимания, это интеллект, это все. А у нас этого нет. Я снова к невропатологам. Говорю, не спит. Плохо ходит. Сначала нам сказали, неправильная дозировка. Давайте переберем дозировку. Я взяла этот сам наотроп и давай читать, что же это такое, что это за витамины такие я даю ребенку. А там написано четко и ясно – для гиперактивных детей. И побочка нарушения сна. Дорогие мамы, читайте инструкцию к лекарствам, которые выписывают вам врачи. Ведь врачи тоже люди и могут ошибаться. Мало того, что мой ребенок не активный, а пассивный, и я ей еще даю этот наотроп. Мало того, что у меня и так сна нету, я еще и нарушаю этим сном. Я отказалась сразу от них. Анюта ложилась в 10, просыпалась в 12. С 12 до 5 она не спала. 5, начало 6, опять засыпала. И в районе 7, пол седьмого просыпалась днем. Где-то в районе 2 часов у нас спала. И это с полутора, вот год и 6 месяцев до 4 года и 3 месяца. Вот это вот мы с ней вместе не спали. Что я только не делала. И нам назначали успокоительные. Я уже не вспомню, как они называются. И нам назначали гормональные. Это вот, знаете, 2 дня спит, 7 дней, и пошло снова. Опять, может быть, какой-то день поспит, и опять. Опять, это постоянный недосып. У меня, у нее... Это было нечто. Сейчас как вспоминаю, так и вздрогну. Кстати, я даже в один период боялась ночи. Она не кричала. Хотя бы бывало, что и кричала. Но чаще она просто разговаривала. На своем что-то говорила. Либо лезла на окно и садилась на окне. И вот там разговаривала, разговаривала, разговаривала. Куда-то смотрела в окно и разговаривала. Мы нашли нового специалиста, невропатолога, который нам посоветовал массаж по Войту. Это очень дорогостоящая процедура, массаж. Ну, мы нашли специалиста, который стал делать массаж. После этого Анюта пошла. Пошла. Но как она пошла? Она ходила. Ну, вот посмотришь, как она идет. Такое впечатление, что ее болтает. У нее нет почвы под ногами. Как будто она чувствует свое тело до коленок. А после коленок этого тела ног нет, стопы нет. Она ее не ощущает. В тот момент, когда ей сделали прививку, сработала наша с супругом карма. И мы стали забирать эту энергию у нее. И ее так не хватало. Диагноз нам стали ставить ДЦП и ЗПРР. Это все ставилось на бумаге. А устно говорилось, у нас ДЦП и аутизм. На что говорили, что ДЦП это лечится, а аутизм это не лечится. И вот когда крайний специалист нам посоветовал массаж по Войту, и первое, что он спросил, а вы получаете инвалидность? А почему вы не оформляете инвалидность? Для меня это был еще один удар. Я и так в тот момент была на самом деле в таком вот тяжелом депрессионном состоянии. И в этот момент, как и все многие мамы, я встречаю израильскую клинику. Но там большие деньги. Но мы начинаем общаться с этой клиникой дистанционно. Лечение. Лечение проходило на протяжении года. Изменений у Анюты я не видела. Многие родители стучатся во все двери, куда только можно. Обращаются в различные центры, обращаются к частным специалистам, звонят и ищут помощи за границей. Но, к сожалению, результаты работы очень незначительные. Где-то весной, это был апрель месяц, звонит мне Ира. Ира, мама Женя, нашего Жени. И говорит, Люба, я тебе расскажу одну историю, а ты сама. Я тебе сброшу, посмотри, сама определи, да, нет. И я вот целую ночь смотрю Наталью Зайцеву, изучаю. И в этот же день, в субботу, я отправляю Наталье просьбу, письмо. Я, как сегодня помню, я написала такое. Добрый день, Наталья. Прошу помощи. Услышала о вас от Иры. У меня дочь Анюта. Ей ставят диагноз ДЦП, аутизм. Она плохо ходит. Она не разговаривает. Нету я. Нету осознанности. Нету глазного контакта. Плохо спит ночами. Плохо кушает. Наталья мне тут же ответила. Ну, написала Люба, будем отрабатывать во вторник. Но в воскресенье сказать, что я что-то чувствовала, я не могу. Ну, честно сказать, ну, какой-то вот тревожность появилась. И вот после этой тревожности пришло мне видео от Натальи. Когда я смотрела это видео, моё ощущение было, вот, что это правда, что это обо мне, что это моё, и что я это чувствовала всю жизнь. Видео Андрей сказал, чтобы мы при Анёте не ругались, не, ну, как бы, не спорили. Вот, вот в этом как раз и, наверное, было, как сказать, не совсем к Анёте, а ближе ко мне. Почему? Потому что вот именно это моё детство. Я помню, как родители ругались, как я это была между ними, как я вас всё впитывала, как губка. И после этого начались дни осознания себя, принятия себя. Сразу после проработки я дала видео супругу. Это была ночь, он пришёл поздно очень, я дождалась его до двух часов ночи. Я дала ему видео, он посмотрел на это всё. Он не ругался, он не... Он просто посмотрел, сказал, мать, ты что-то не туда зашла. Вот это его были слова. У меня какая-то появилась тревожность. Что это, чего это, как-то... Ну, прошло ровно три дня, ровно три дня. Подошёл мой Володя и говорит, что там, дай мне это, сбрось мне, пожалуйста, это видео. Я сбросила это видео, он, как всегда, спрятался на балкон с сигаретой. потом подходит и говорит ко мне, давай, что там нужно сделать, давай это сделаем. И мы это вместе сделали. Говорят, беда объединяет людей, но это случается не всегда. В моей практике были случаи, когда отцы детей, узнав о диагнозе, оставляли семью и уходили. Здесь мы видим, как Анины родители объединились и вместе решили выходить из сложной ситуации. И вот после этого, первые два дня после отработки Анюту штормило очень сильно. Очень-очень сильно. потом потихонечку, потихонечку Анюта стала все лучше и лучше. Первая, самая-самая первая, она обняла меня ножками и ручками за шейку. Я всегда ее, когда сажала, как детей берут, она всегда садилась на руку, но как, вы знаете, как струна. Вот всегда прямая, прямая спина, прямые ноги, неси как хочешь. А здесь она стала обнимать меня ножками и обнимать ручками. Вот это первое, что нам у нас появилось. Потом первое, что у нас появилось, это вода. Добрый вечер, Наталья. Вы уж простите, что поздно, с утра прочтете. Просто сегодня целый день наблюдала за Анютой и она меня целый день удивляла. Все началось с 7 утра, когда она проснулась, первое, что попросила, воду и выпила целый стакан. Для нас это очень важно. С питьем у нас очень плохо. После завершения грудного вскармливания Анюта плохо пьет все, только губки помочить. Компоты, соки, воду, молоко. На протяжении двух лет я каждое утро начинаю с ней с теплой воды, только бегаю за ней по всей квартире с ложкой. Спустя полчаса после водички Анюта пошла кушать и еще стакан 250 мл чая с имбирем выпила. На площадке днем, когда мы гуляли в первой половине дня, она отобрала у девочки игрушку-качалку. Для нас это тоже не свойственно. А самое главное, она сегодня каждый раз оборачивалась, чтобы увидеть, как лифт закрывается, либо кто-то вошел в подъезд, потому что домофон пропеликал. По ходьбе сегодня намного лучше, чем вчера, но я немного ее баловала, таскала на руках. Так приятно, когда тебя ногами и руками обхватывают. Появились слоги ми-ме-му. Даже супруг заметил. Я в таком приятном восхищении. Большое спасибо вам. Опять же, вода, это запоры, постоянные запоры за этот период. Что мы, опять же, с этими запорами только не делали. И клизмы, и слабительные, и киви на ночь. я ей даю, она включает блеводный рефлекс, потому что Анюта все, что кушала, это овсянка, гречка, борщ. Борщ и то обязательно он должен быть блендером, как пюре. после этого, когда с Натальей поработали, пошли пробовать овощи. Первое, что она попробовала, не попробовала, стала снова есть, это огурец. Потому что до года и шести месяцев она ела и огурец, и сельдерей, и морковку. А здесь она взяла огурец. И с таким аппетитом она стала есть. То с водой вы не договорили с водой, что-то с питьем. С водой. С водой у нас замечательно. Она сейчас, я сейчас уже не бегаю. Я просто ставлю стаканчик на кухне он всегда полный и у нее в спальне на столчике он всегда полный. Она пьет, выпивает, стала компоты пить, стала соки пить. Раньше у нас этого чаи стала пить. Чай не просто пьет, а чай пьет с лимоном и с имбирем. С продуктами, конечно, еще не так хорошо, но есть победа. Мы стали есть рыбу. Мы стали есть суп с фрикадельками. А фрикадельки это с индейки. еще самое важное, что раньше супы нужно обязательно было либо через блендер, либо вилкой помять. Сейчас я этого не делаю. Сейчас она ест это кусочками. Это уже прогресс. Это уже большой прогресс. Мама детей с аутизмом, с ДЦП способна замечать в своем ребенке мелочи. Вот он бьет водичку, вот он начал кушать что-то. Вот он пошел сделал первые шажочки. то, что нам кажется обыденным. Но как мы можем радоваться, что наш ребенок бегает? Но бегает он и все. А мамы плачут от счастья, потому что у них это ребенок сделал заново. Он заново научился ходить, заново научился кушать, заново научился бегать. Мы до этого времени искали нового логопеда-дефектолога. И до этого времени к трем обращались, нам все отказали. Они смотрели на Анютку, смотрели на ее ручки и отказали. А потом спустя месяц я встречаю свою знакомую, которая работает в детском саду. Она просто педагог. Она посмотрела на Анютку. Говорит, Любай, что-то Анюта сильно у тебя изменилось. Я заулыбалась и ничего не сказала. Ну, а потом она посмотрела, говорю, пока еще не говорит, не разговаривает. Она посмотрела, говорит, не парься, заговорит. У нее нормально все с моторикой. Все у нее хорошо. У некоторых деток-аутистов нарушены моторные навыки. Поэтому мы рекомендуем побольше складывать различные пазлы, вкладыши, заниматься с мелкими предметами, перекладывать мелкие детали, горошинки, шарики из одной емкости в другую. Рекомендуется рисовать пальчиками, раскрашивать, заниматься с песком. Ну, и сейчас моторикой все лучше и лучше, мелкой моторикой у нас. ложку сама берет. Хочет в правую руку, хочет в левую, как ей удобно. Игрушки все больше и больше интересуются именно игрушками. Не просто карандашами либо, а именно игрушками. Вот мелкие ей сейчас интересные игрушки. Теперь в магазин заходим, что тоже немаловажно. В детский мир заходим. Раньше есть этот детский мир, нет он. А сейчас мы выбрали даже две первые книжки. Одна книжка электронная на песенке поет, а вторая книжка пазликами. Бременские музыканты. Самое интересное, она сама их выбрала. Именно сама. А что сосном сейчас стало? ой, сон. Кстати, вот это вот и первое, первое, самое важное. После работы с Натальей, я первое, что вот ощутила, это мы с ней, с Анютой, стали отсыпаться, набираться именно вот этого сна, вот этой силы, ночной силы набираться. Сейчас Анюта может спать до 12 часов в сутки, при этом, что днем может и не ложиться, а только вот это ночной. Это у нас получается июнь, июль, август мы набирали сил во сне. Мы набирали память, интеллект, мы это все восстанавливаем вместе. Действительно очень важен достаточный сон. И когда ребенок высыпается и приходит на занятия отдохнувшим, он правда работоспособен, он внимателен, он усечив, он проявляет интерес, да, у него больше внимания. А что по ходьбе, по движениям? Где-то в июне месяце Анюта побежала. и есть там видео. Именно побежала. Потом у Анюты стала появляться жестикуляция. Именно скажем, не руками, а губами. Она произносит звуки, выдувает. бывает. Ну, для нее это интересно. Вот, вот что самое важное. Это она делает сама. Кстати, я за это даже не подумала, а вот этого уже не было. На нынешний момент, Анюте, 4 года и 10 месяцев. Обратились к Наталье мы. 4 года и 3 месяца было. Вот за такой маленький срок мы потихонечку восстанавливаемся. Да, может быть, если бы родители быстрее восстанавливались, Анюта бы быстрее восстанавливалась. Она сейчас на имя откликается, нормально же все? Да, на имя все больше и больше. Не просто на имя уже, она откликается на имя, на доча, на бусинка. Папа всегда ее называет бусинка. Я доча, Анюта, Анечка, Нюточка по-разному. Вот она откликается на любое. А как отношения в семье что-то поменялось с мужем? У меня супруг очень добрый, отзывчивый человек. А самое интересное, он очень щедрый. Для меня он очень щедрый. Но когда он делал эти подарки, я это принимала, знаете, как должное. Сейчас я на это пересмотрела. не просто пересмотрела, я переоценила это все. Насколько именно мое отношение к супругу стало теплым и трепетным, уважительным. Да, мы с ним сели, поговорили. Рано или поздно это все пройдет и все разрешится. Но сейчас, сейчас, на нынешний момент, это совсем другие отношения, чем были до вот этих вот, скажем так, трудностей в нашей семье. Это совсем по-другому. Это уважение, это благодарность, именно благодарность появилась. И благодарность не от ума, а благодарность от души. Что-то может хотите посоветовать другим родителям таких детей? Родителям, наверное, нужно самое главное верить. Верить в себя, верить в своего ребенка. Вот это, наверное, все изменит. Именно вера поменяет все. И еще немаловажное слушайте себя. Именно научитесь слушать, чувствовать все, что в моей жизни конкретно за меня, я пошла именно чувствами. Мой супруг появился в моей жизни именно чувствами. Анюта появилась именно чувствами. Наталья появилась именно чувствами. Я не могу это объяснить. Чувствами говорит душа. И в нашей работе мы именно ориентируемся на чувства, на чувственные ощущения в теле, как оно проявляется. Не эмоции, а именно чувства. и очень важно в первую очередь воздравление ребенка зависит от когда родитель умеет чувствовать себя и чувствовать ребенка и то, что ему надо. К Наталье Зайцевой пошла, пошла, пошла. И это именно от души. Я прислушалась к себе. Вот то, что я хочу сказать. Верьте в своих детей и прислушивайтесь к себе. Наталье я очень сильно благодарна. Благодарна прежде всего даже это благодарность за себя. Я с детства часто задавала себе вопрос «Кто я? Зачем я? А почему я? А что это? А где я?» много таких вопросов задавала. И я не находила на эти вопросы ответы. А вот познакомившись с Натальей, стала изучать инфодайвинг, стала изучать много другой литературы, я потихонечку нахожу именно себя. Я не говорю ни за кого-то. Я говорю только за себя. Я нахожу себя. нахожу себя, нахожу свое умиротворение, и мне бонусом идет мой ребенок, и мне бонусом идет мой супруг. Это все цепляет одно за другим. Ну, а как вы считаете, Анюта будет уже нормально развиваться, пойдет в нормальную школу, будут друзья в нее? Как вы думаете? Вы знаете, я раньше я думала, ой, надо в обычную школу, в нормотипичную школу, сад и все остальное. Сейчас я это отпустила. Сейчас у меня другие цели. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастливый. Счастливый, развивался, наслаждался жизнью здесь и сейчас. А скажите, как сейчас Анюта на детей обращает внимание? Да, с детками она обращает внимание, но пока еще в контакт не входит, она как бы наблюдает. У нее сейчас период наблюдения. То, как детки ведут себя, как играют. Ребенок начинает набирать различные навыки, в том числе и коммуникативные. И как ребенок после года, в полтора года активно наблюдает за своими сверстниками, как будто бы все заново. Она начинает учиться всему заново. Да, у нас есть друзья, у нас есть подружки, но чаще подходим, забираем игрушку, если что-то нравится, либо ребенок подходит к ней, забирает, она не дает. Нет. Сейчас она может она не говорит, но сейчас она уже все понимает, и если ей что-то надо, она тебе объяснит то, что ей надо. Это без слов, но она объяснит, она подведет тебя, она будет показывать, что ей дай, хотя появляется вот такой вот с надрывом дай. Хочу сказать единственное, что благодаря вам, благодаря именно Наталье, благодаря вашей команде в моей жизни перевернулось все. И я вам очень-очень признательна. И я вам очень-очень благодарна. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Спасибо за интервью. До свидания. Всего доброго. Медицина аутизм не лечит. Таких детей натренировывают, чтобы привить определенные навыки. осознанность у них не включается. Наша методика позволяет включить осознанность. И тогда детей не нужно тренировать. Дети самостоятельно обучаются и познают жизнь во всех ее проявлениях.